Музыка Сейчас у нас в гостях знаешь кто? Честно не знаю Анна Ярославовна вместе со своим папой Ну что ж, здравствуйте Здравствуйте, папа Здравствуйте Анна Ярославовна, здравствуй, Анечка Ну и конечно же все мы знаем, что папа Ани Одновременно является нашим непосредственным начальником Директором Николаевской телерадиокомпании Ну это исключительно по совместительству Да, это точно Очень приятно, что вы сегодня к нам пришли в гости Новогодний огонек, время уже вот-вот скоро будет 2016 год Скажите, лично для вас 2015 год Какими яркими событиями отметился? Можно вплетать историю нашей студии? Ну, во-первых Ну, во-первых, история нашей студии действительно, мне кажется Приобрела какое-то явное реактивное ускорение Поскольку за последние полтора года нам, в самом деле, удалось сделать очень многое И одна из таких, в общем-то, ярких вех Это, безусловно, создание новой студии новостной Однако, в целом, мне кажется, что вопрос не только каких-то материальных приобретений, безусловно, они были И большое спасибо тем, кто нам помогал их делать Но изменилось все-таки представление о многих совершенно вещах, которые раньше оказались обычными, само собой разумеющимися и незыбленными И вот, в частности, Яночка, например, Ваш ТВ Тревел, это тоже одно из блестящих наших открытий Достижений нашей студии Равно как и Город 512 в этом формате Равно как еще целый ряд программ, которые, в принципе, в общем-то, могли бы выходить когда угодно Но почему-то до недавнего времени их не было Они появились И поэтому, мне кажется, что это... Не, не кажется, собственно, я в этом абсолютно уверен Что это, действительно, заслуга всех, кто здесь работает Потому что желание созидать, желание реализоваться Желание сделать что-то такое, чего до тебя не было И без тебя, скорее всего, не было бы тоже Было бы что-то другое, но не было бы такого Оно, в общем-то, присуще всем творческим людям И в значительной степени, собственно, и в полной мере, даже, наверное, так правильно сказать В общем, всем, кто здесь работает Можно ли предположить, что сегодня вы пришли с новой ведущей, и на телеканале появятся детские проекты? Ну, насчет детских проектов я не могу сказать полноценных, но у нас, благо, есть кому их делать. Однако, когда Аня услышала, что она идет на телевидении, говорит, папа, я же могу и другие передачи. Конечно. Ну, например, какой-то аргумент. Аня, главное правильно попросить папу. А что там? Он говорит, ну, я буду говорить, рассказывать все, что я знаю, поскольку знает она много чего-то. Я думаю, в общем-то, вполне вероятно, что то, о чем вы говорите, может совершенно неожиданно даже для меня стать реальностью. Анечка, спасибо тебе огромное, что сегодня, 31 числа, просто новогодний вечер, ты пришла к нам. Скажи, а как вы дома встречаете Новый год? Что, может, что-то готовите вкусненько? Вообще, как происходит? Накрываем стол. Ну, это, конечно, стол надо накрывать. А есть какое-то особое блюдо на новогоднюю ночь? Нет. А что ты любишь больше всего? Я, например, торт люблю. Мне кажется, она просто не раскрывает секреты, потому что думает, я сейчас расскажу, придет Яна и все съест. Ярслав Владимирович, а как вы? Давайте вот сейчас, вы теперь не начальник, а просто обыкновенный человек. Ого, такое говорить в эфире. Просто Анин папа. Да, просто Анин папа. Какие у вас традиции празднования Нового года? Ну, собственно, мы сравнительно недавно живем в новом доме, в котором сейчас уже и Аня родилась. И там у нас очень высокие потолки. И поэтому я очень долго не ставил елку. В принципе, ну, когда ребенка не было, ну, вроде там тащится, возится, втаскивает, вытаскивает, место занимает. Но сейчас, поскольку вот мама моя, она до сих пор вспоминает, как ее отец, впервые, когда при советской власти уже разрешили ставить елку, как ее отец, они тоже жили в очень высокой квартире, он ставил стол, на стол, там, ломберный столик, потом еще там что-то для того, чтобы поставить верхушку на звезду, ну, звезду на верхушку елки. И вот она до сих пор помнит вот это впечатление. Поэтому я, в общем-то, понимаю, что для ребенка это очень важно. И поэтому, ну, наверное, одна из традиций, вот эти самые высокую елку, которые только можно разместить. Елка должна быть большая. На наших высоких потолках, так, чтобы Аню туда поднять на самый верх, и она бы обязательно надела верхушку на эту елку. Я помню, как верхушку мы искали 31 декабря по всем магазинам, когда оказалось, что та разбилась, но мы не были. Ну, вот такое вот. Я помню, что в прошлом году очень, наше помните, замело очень сильно, и вообще нельзя было ни о чем ни проехать, ни пройти. И я, если не ошибаюсь, помню, 31 декабря утром пошел покупать елку. В общем, я ее нашел аж возле Колоса, живем возле завода 61 Комонара, и вот я его пешком через все эти заносы, эту трехметровую ель, со сосну. Да, ну, наверное, вот это вот желание сделать Новый год действительно праздником, действительно чудом, вот это самое главное. А какие для этого, в общем-то, меры конкретные уже предпринимаются, ну, это на самом деле не так важно, потому что важно, чтобы вот ребенок, когда ей будет 90 лет, например, да, она до сих пор вспоминала, как она, и тогда вспоминала, как она вот лазила на самую верхушку елки надевать вот там звезду. А подарки, Анечка, а подарки тебе же находишь под елкой? Да. А ты уже загадала подарок? Да. Какой ты хочешь завтра вот уже утром найти под елочкой? Ну, она написала письмо. Письмо писала? Да. Деда Мороза или Святому Николаю, знаете, сейчас мне написать. Деда Мороза и Святому Николаю. О, это правильно, это чисто по-женски, надо продублировать. Нет, так все нормально, Святой Николай там уже побеспокоился, так же, как полагается. Конечно. Анечка, смотри, Новый год, скоро вот-вот-вот. Говорят, что когда ребенок что-то желает, обязательно это все сбывается. Что бы ты хотела пожелать нашим телезрителям? Чтобы были здоровы. Ну, это самое главное пожелание, что всегда говорят, главное, чтобы было здоровье. Ну что ж, спасибо тебе большое. В свою очередь мы также хотим тебе сделать подарок. Вот этого ангелочка, пусть телезрители завидуют, держи. Я уверен, что в этом году все, что ты загадала, обязательно сбудется. Но это еще не все. Конечно же, без сладости мы тебя просто не отпустим. Спасибо большое. Смотри, есть такие специальные конфетки, надо доставать. И здесь будет пожелание. Ты имеешь уже читать? Да. Да, держи. Ну, я думаю, что не только для Ани. Ну-ка, конечно. Давай я тебе помогу. Вы можете обнаружить, так сказать, на дне конфеты вы можете обнаружить пожелание с другой стороны. На дне конфеты я обнаружу конфету. Это, кстати, николаевские конфеты. Так. Анечка, я прочитаю для тебя, тебе пожелание жить здесь и сейчас. Жизнь проходит, пока вы строите планы. Поэтому планируй, 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 планируй. И у тебя будет в следующем году масса интересных возможностей. Ну, думаю, папа, вы должны обеспечить ребенку интересные возможности. Ну, честно, человек, я теперь обязан, да. А у вас что? Все приходит к тому, кто умеет ждать. А ей сказали не ждать. То, чего вы так старательно добивались, наконец-то сбудется. Хотя, возможно, не совсем так, как вы хотели. Универсальное пожелание. Но, тем не менее, оно абсолютно справедливо, как мне кажется. Ну, я думаю, что да. Знаете, как говорят даосы, если достаточно долго сидеть на берегу реки, то ты увидишь, как по ней проплывает труп твоего врага. Поэтому я думаю, что, в общем-то, все когда-нибудь сбывается. Однако, мне бы очень хотелось, чтобы никому из нас не приходилось думать о том, когда там у кого где там какой враг и как дождаться. Ну, да, только хорошего чего-то. И это все переходит в тост от вас, для наших телезрителей, для всех нас. Ну, поскольку, говоря о приятных каких-то открытиях, о приятных событиях нового, уходящего года, мы как бы сосредоточились на студии, не успели поговорить о другом. Я хочу сказать, что одним из наиболее ярких, я бы сказал, таких, знаете, экзистенциальных открытий для меня было то, что наши люди очень сильно изменились внутренне. Мы очень часто, очень долго, много лет ждали, пока что-нибудь сбудется. Да, вот как в этом пожелании. Кто-то придет, кто-то сделает, кто-то там за нас все исправит. Мы всегда ругали тех, кто там, где-то. Вот они, вот это некое абстрактное. И они, которые всегда безымянные, всегда злобные, всегда сильные, с которыми бесполезно бороться. И вдруг мы поняли, что все зависит от нас. И все зависит не просто от некой консолидированной силы. Это, конечно, очень важно. Все зависит от каждого из нас. И вот, чтобы не захотел любой из нас сделать, он может просто брать немедленно и делать. И это получается. И победа Майдана, и совершенно невероятная победа Александра Семкевича во втором туре. И сумасшедшее по размаху волонтерское движение. И те победы, которые наша армия, в общем-то, которые разваливали на протяжении 20 лет, уничтожали фактически, стала одерживать над хорошо вооруженным, хорошо подготовленным, прошедшим через многие войны и умеющим убивать противников. Все то, что сейчас происходит у нас на каком-то микроуровне, когда мы кто во дворе, кто в ЖЭКе, кто в городе, добиваемся от власти, чтобы она нас слышала и принимала во внимание нашу позицию. Это все означает только то, с чего я начал. От каждого из нас зависит все. И поэтому, собственно, я хочу улыбить за то, чтобы мы никогда об этом не забывали. Просто есть такой бизнес-тренер Ричард Брэнсон. Ну, он, собственно, создатель фирмы Virgin. Там масса всевозможных у него очень интересных достижений. И вот книгу о себе, о своем пути он назвал замечательным коротким английским выражением. Screw it. Just do it. Ну, в дословно-переводе это будет немножко грубо. Ну, если, так сказать, о литературе, то приблизительно так. Забей на все и просто делай. Вот я хочу пожелать, чтобы мы просто делали. Всех. И знали, что у нас обязательно это получится. С наступающим Новым Годом! Да, с наступающим Новым Годом! И вас, телезрители, также с наступающим Новым Годом! Наш марафон продолжается. Оставайтесь с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова